Так хорошо, потому что у нас есть друзья со всего мира. Я общаюсь с некоторыми людьми, и я так рад за то, что Бог делает. Итак, есть пару стихов, о которых мы будем сегодня говорить, но я проведу первую часть, вторую, о том, как важно этот праздник Суккота или этот праздник Кушей. Я хотела бы дать вам концепт, что Бог старался сказать нам с этим праздником, какой смысл, какие главные пункты, какой одно из главных пунктов, это что он беспокоится о нас, есть разные цели в этом празднике. Когда первый Суккот упоминается в Библии, наши конспекты, Бытие 33, 17. И это Иаков, много лет перед Моисеем, и Иаков двинулся куда? Суккот. Суккот. И построил себе дом. А какое слово для Текскини? Суккот. И построил себе Суккот для скота, своего дел, и от всего он нарек ему имя Суккот. И так он делал эти палатки. Это место, где ты на малое время находишься. И это был смысл этого праздника. Так, наше тело – это временное, оно временное. И то, что я люблю, то, что я люблю делать как ребенок. У кого была палатка, и вы залазили в эту палатку, иногда мама и папа тоже туда залазили, и у вас столько там было так весело вместе. Это что Бог сделал? Он сделал это все для нас. И этот мир – это временное место жительства. И этот мир исчезнет. И потом у нас будет это вечное место с Богом в небе. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Гроди охранят людей. Наши тела тоже временные. Они тоже временные. Итак, Левита 23, 33, 34. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилам, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кушей, сколько дней? Семь дней Господу». Какое еврейское слово для Кушей? Сокот. Семь дней. Знаете, что? Один день с Богом, как тысяча лет. Семь дней, и потом все пройдет. От создания Бог празднует этот праздник Кушей семь тысяч лет или семь дней. И после этого царства будет новая земля и новое небо. Это почему семь дней? Это сколько дней заняло творение? Семь дней. Итак, Вития Бог сказал, небо и земля, как это временное жилище для человека, чтобы они там жили. Исайя 51, 6. «Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, либо небеса исчезнут, как дым, и земля обвешает, как одежда, и жители ее также вымрут». «Не только наши тела временные, но небо и земля тоже временные эти места». 2 Петра 1, 13, 14. «Справедливым же почитаю, доколь нахожусь этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь Бог наш, Иисус Христос, открыл нас». Это греческое слово для храмину. Это то, что временное. Это как маленький домик. Это тело, которым я нахожусь, оно когда-то исчезнет. Потом я получу новое, которое будет вечное. 2 Коринфянам 5, 1. 2 Коринфянам 5, 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом – это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Этот праздник кущей, смысл всего этого – это все временное. Сколько из нас это понимают? У нас все, мы имели милиции, которые умрили. Эти животные, которые умрили. Но Бог это создал, чтобы мы знали, что мы все временно живем. Но то, что вечно, оно нас ожидает. Я верю, что это произойдет скоро. Вот земля и солнце. И знаете, что произошло? Самый первый праздник кущей. Когда был самый первый праздник кущей? Бытие, сотворение. Бог жил с Адама и Евой. Тоже хочу, чтобы вы заметили те, которые… Это греческое мышление, которое неправильно. Церковь не понимает эти пророчества. Они думают, что это опять не произойдет. Это неправильно. Вот это праздник кущей. Когда мы сказали, праздник кущей исполнился, он исполняется опять и опять. Вот наше время. После сада Демского, Бог их оттуда выгнал. Но Он хочет опять жить с нами. И так, этот праздник кущей опять произошел с Кения и Моисея. И потом опять с храмом Соломона. И потом Езра и Немия опять построили. И потом Ирод построил. И знаете, что? Потом этот праздник кущей исполнился, когда Ищуа родился в этот день. Это исполнение этого праздника. Во время Его служения эти три с половиной лет, опять исполнилось 7 Иоанна в праздник кущей. После этого, то, что Езекиил описывает, когда еще один храм будет, оно опять исполнится. И потом опять, после тысячелетного времени, опять исполнится. Это проблема семьи, которые думают, что оно один раз произошло и больше не повторится. Потому что оно произошло вообще-то, оно опять произойдет. Только с другой перспективы. Если вы смотрите на свой дом с самолета, это другая перспектива. Есть несколько исполнений этих праздников. Это почему нам надо быть на календаре Божьем. Чтобы мы знали, что тот год опять будет исполнение этого праздника. Бог, план Божьего всегда быть с нами. Леви 23, 41-44. И празднуйте этот праздник, Господин, семь дней. И это показывает 7000-летний план Божий. Это постановление вечного рода вашего. В седьмой месяц празднуйте его в кущах. Живите в этих временных местах. Когда мы думаем о нашем доме, мы думаем это как то, что длится долго, но палатка это временное. Но надо понять то, что мы думаем не временное, а вообще-то находится временное. В кущах живите семь дней. Всякий ту земец израильчан должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов израилых, когда вывел я их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисея сынам Израилам о праздниках Господних. Подумайте об этом. Он хочет, чтобы мы поняли, что Израиль был искуплен из Египта. И гибнет этот мир. Итак, Бог забрал своих детей из Египта и послал их эту бетонную землю. И он повторяет, вы должны жить в этих кущах. Жить вы это в кущах. Может нам надо что делать? Это жить в кущах. Есть много, что мы не можем исполнить, потому что у нас нет храма, но мы можем сделать то, что в нашей силе. Девят 23, 41, 44. Иисус 25, 8, 9. И устроят они мне, святейше, и буду обитать посреди их. Или еще, можно сказать, буду жить в них. Все, как я показываю тебе, и образец, и не образец всех сосудов йод, так и сделайте. Это праздник ушей. Это все, говорит об этом, тоже было показано Богом. Они празднуют этот праздник ушей в небе. Сегодня, сейчас в небе. Они празднуют, что Ешио родился. У них есть этот праздник в небе. Нам надо понять, что происходит на земле так же, происходит то же самое время на небе. И это что, столько прекрасно, про Тоскинию, про этих праздников. Это что, оно все исполнилось. Бог построил эту Скинию в бытии, чтобы мы жили. И потом человек повторяет эту историю в исходе. И мы построим эту Скинию для Бога. Он дал это место для нас. И теперь Бог просит, чтобы мы дали Ему Скинию. Мы Скинию. Он хочет жить посреди нас. Итак, Иоанна 1, 14. И Слово стало плотью и обитало с нами. То же самое слово для обитало. Это повторяется, как в других частях Библии. Полное благо дать и истины. И мы видели Славу Его, Славу как Единородного Отца. Все начинается с этого праздника в Куше и в бытии. И потом мы опять Откровение читаем. 21, 1, 4. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим. Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста. Украшение украшено для мужа своего. И слушал я громкий голос в небе, заварящий. Все скинь от Бога с человека. И Он будет обитать с ними. Они будут Его народом. И Сам Бог с ними будет Богом их. Говорит Бог всякую с Иисуса, чей их. И смертение будет жить, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Он обитает и имеет эту скинь от человека. Нам надо праздновать во время этого. Не будет ни плача, ни вопли, ни болезни. Это подходит под эту тему. Это что самое важное об этом празднике Куши. Это показывает идею, что все временное. Это что утешает нас, когда мы теряем наших близких, друзей, родственников. Мы также временные. Они просто получили свое вечное тело первое. Давай посмотрим на заповеди об этом празднике Куши. Левита 21.1.2. И сказал Господь Моисей, говоря, «Объявися нам, Израилем, и скажи им о праздниках Господних, которых должно созывать священное собрание. Вот праздники Мои». И кого-то праздники Божьи. Он дал им Израиле, но это не Израиле праздники. Это Божие. И мы поговорим об каждом слове позже, но сейчас почитаем. Левита 23.4. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. Посмотрим на экран. Посмотрим на экран. На еврейском написано, потом это по-английски, и потом, как оно читается по-английски. Вот это праздники, и это священное собрание, в желтом, и вы должны созывать это в зеленом, в свое время в красном. Какое еврейское слово для праздников? Называется Моадей, это праздники. И в самом верху, слева, направо, мы читаем Моадей. Это времена, которые определили. Также есть это слово собрание, и в желтом сверху мы видим микро, микро-эй. Это означает, это святое собрание или практика, когда одеваются прежде времени. И потом, если в зеленом созывать это слово тикеру, если это корень кора, это провозглашать. Нам надо провозглашать эти праздники. Это почему у нас есть этот календарь. Это почему мы говорим, все должны исполнять эти праздники. Но вот что самое прекрасное, в красном, если это сезон или время, если праздники это Моэй, что это сезоны? БЕМОАДИН Или БЕМОАДАМ Это слово для собрания и время, это похожее еврейское слово. Когда мы думаем о празднике, мы думаем о еде, когда мы думаем о сезоне, мы думаем о зиме. Это то же самое еврейское слово. И нам надо понять, что в английском, когда упоминается то же самое предложение, это то же самое слово. Это время, которое определил Бог. Это время, которое Бог решил. Я хочу, чтобы вы поняли, как важно это. Я решил так сделать. Что происходит 15 апреля? Это время для таксов. А что если мы сказали? Вместо апреля мы сделаем это в июне. Можно передвинуть его? Нет. Или 4 июля. Если мы скажем, давайте будем праздновать 4 июля 3 января. Как мы можем праздновать 4 июля 3 января? Но 14 июля, которые говорят, что это 21 июля, они передвинули. Потому что они не следуют за этим библейским календарем. Это Бог решил, что 14 июля 5. И это почему они происходят 14 июля 5. Бог превыше Босса, чем IRS, те, которые отвечают за таксы. Если вы праздноваете 4 июля 4 июля и платите таксы 15 апреля, платя ваши таксы, так 4 нюля вы должны праздновать пасу. Вы не можете ее изменять. У Бога есть это время. Это всегда было написано в камне. Это от фундамента мира. Это было с начала. Я верю, что Авраам исполнял пасу. Может, оно изменилось с временем, но он праздновал каждый праздник. Это почему я писал Божий дневной таймер. Это что Бог его установил, и христиане не могут его изменить. Кто когда-то был на сценке? Перед сценкой что происходит? Есть это время, когда практикуется и одевается. Им надо, как наша команда, она имеет эту репетицию перед пением. Как астронавты. У них тоже есть эта репетиция перед тем, когда они летят на Луну. Как говорят эти собрания. Это означает, что эти праздники были, это репетиция, когда одевали и практиковались. Итак, 14 Ниссана, они это практиковали, потому что когда-то он умер, как этот агнец на кресте. Если мы изменим календарь, мы даже не узнаем, когда эти пророчества исполняются. Кто из вас здесь женат? Однажды в жизни, когда вы женили или вышли замуж, я надеюсь, что вы договорились об этом мне и согласились. Или в этом времени, и это бы никогда не произошло. И если вы учите на этом обеде ангца, Мессии, нам надо прийти туда, когда он решил, не когда мы хотим. Это, эти аппетиты небесные. Когда она говорит провозглашать, означает, что те, которые уже были задействованы, Бог лично приглашает вас на этот праздник Сына. Он даже принес свой Лулав и Эстраг. Это то, что Бог решил. Кто знает, что здесь происходит? О, я с ней, я с ней. Если меня спросят, могу я сказать, это Бог ведет, не я. Это что я с Богом личу. Бог должен быть вашим пилотом, не тот, кто возле пилота. Левитико 23,4. Смотрите, как они переводят этот стих. Вот это времена, которые Бог избрал. Даже священные собрания, которые вы должны провозглашать свои сезоны. Но это должно быть в Моаде. Когда говорим о свадьбе, или говорят, что опаздывать, мне надо поспешить. Стефания 1,7. Это когда, это Библия Новый Завет упоминает. И полгни пред Господа Бога, и в близких день Господень, уже приготовил Господь Жертвенное Заклание. Назначил, кого позвать. Он уже послал их по приглашению, чтобы они пришли. Матфея 2,1-3. Иисус продолжал говорить им, причем сказал, Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачное предельство на своего, и послал раба своего созвать званых на брачный пир. И они хотели прийти. Можете поверить, что есть люди, которые не хотят прийти на эту свадьбу даже после личного приглашения? Здесь есть свадьба. Свадьба в еврейской культуре продолжалась 7 дней. Если вы не хотите прийти на эту свадьбу, вы знаете, что происходит? Вас может ударить. Читаем дальше. Матфея 22,1-3, 11-14. Царь, войдя посмотреть воздержавших, убил там человека одет в непрачную одежду и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда в непрачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал, «Царя слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросите его в тьму внешне. Нам надо иметь правильную одежду. И это получаем эту одежду от Сафонии 1,8, «Любую день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающих одежду и наплеменников». Это означает, когда мы стараемся прийти на этот праздник своей правильности, своей одежды, вместо этой одежды, которую царь приготовил. Откровение 19,9. Это что происходит, которые не пришли на этот брачный пир. «И сказал мне, Ангел, напиши, блаженны званы на брачную вечерю Ангца. И все, которые пройдут через это испытание, но не попадут на этот ужин или вечерю». Луки 12,37-37. «Да будет счастье ваше, припаясьны и светильники горячие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака». Вы не были на браке, но он может присутствовать, когда он возвратится, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворит ему. «Блаженны рабы те, которые Господин придет, найдет постучит. И Сына говорит вам, он припаясь и посадит их, и, подойдя, станет служить им». Так что мы находим? Это заповеди Торзакане, Торзакане 16,13,15. «Видь, веселитесь 7 дней, и ты будешь только веселиться». Итак, в следующие пару дней каждый должен радоваться с лула сука. У нас даже есть снизу, во время перемен, вы можете сесть под этот сука. Иссода 34,29. «Когда садил Масей из горы Синая, это в Ямк-Пур, 35-го Иссода, пять дней спустя, это сократ». Это когда начали строить эту скинь, это когда они начали это строить в празднику шеи. Иссода 35,20, что они все собрали, что построили эту скинь, и это был этот праздник шеи. «Числа 29,12,13, 15-й день, седьмого месяца будет в вас священное собрание, и праздновать все дни, и первый день мы должны сколько принести жат?» «Тринадцать тельцов, это двенадцать, вот тринадцатый». Почему им надо было убить тринадцать тельцов первый день, второй день двенадцать, потом одиннадцать, десять, девять, восемь, семь? Сколько все вместе? Это получается семьдесят тельцов. И почему приносили семьдесят тельцов? Это семьдесят народов в мире. И вот в этом смысл. Йом, Капур, Израиль, как священники, они должны принести эту жертву для себя, чтобы потом они могли принести эту жертву для всех народов. Закон тогда для всех народов. Йом Капур только для Израиля. «Тринадцать тринадцатый». «Тринадцатый». «Празднику шесть, совершай у себя семь дней. И веселитесь. Праздник ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя левит». «Почему?» «Ибо благословит тебя Господь Бог твой, и ты будешь только веселиться». «Почему надо радоваться?» «Потому что Бог вас благословил». «Дальше». «И в праздник кушей, и никто не должен являться предлицей Господа с пустыми руками, но каждый здоров в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, кого Он дал тебе». «Почему?» «Если вы не даете, вы говорите Богу, ты меня не благословил. Ты никогда меня не благословил». «Это почему Бог говорит, окей». «Так, дай по способности». «Если вы ничего не приносите, это означает, что вы говорите, что Бог ты мне еще не дал». «И это я хочу, чтобы вы дали соответствие того, что Бог дал тебе уже, не то, что Он в будущем даст тебе». «Захария 14, 14, 19». «Если вы помните, им надо было исполнять этот праздник кушей». «Это когда Христос возвратится, Он говорит три раза, и все народы должны прийти год в год для поклонения царям Господа Саофу и для празднования праздника кушей». «И если кто не приходит, то они не получат дождь, и также будут наказание, если не приходит праздновать этот праздник кушей». «Вот что будет за грех Гипна и за грех всех народов, которые не будут праздновать праздник кушей». «И так опять повторяется этот первый стих». «Захария 14, 34». «Тогда выступит Господь и оплачится против этого народа, как оплачился в день брания, и станет ноги Его в тот день на горе Ильонской, которая прилицаем Иерусалима к востоку, и разводится гора Ильонская». «Можете вы это представить? Вам надо посетить Израиль перед тем, как это произойдет». «Давайте встанем. Чтобы вы имели в виду, у нас будет чуть-чуть по-другому. После перемены, те, которые имеете лулав, вы идете и помашиваете лулав. И лучше, если вы вместе соберетесь, носите ножницы, если можете поставить все вместе. После перемены, если вы готовы, чтобы вам не надо помогать этим пакетом. Это будет после перемены. Мы хотим, чтобы вы здесь были, когда будем помогать эти лулав и благословения, будем говорить. Наш Отец Насарий, мы так благодарим Тебя за это прекрасное благословение, что Ты напоминаешь нам, что мы только временные, что даже планеты временные, небо временное. Но, Отец, мы хотим благословить Тебя в соответствии с тем, что Ты благословил нас. Мы хотим Тебя сказать, что Ты нас благословил. Мы так благодарны за все Твои благословения, которые Ты дал нам. И даже если мы сироты или вдовы, потому что Ты каждому дал это благословение. Итак, мы благодарим Тебя, что мы можем все быть этим светом к народу и приводить этих потерянных детей к Тебе. Я прошу, чтобы Ты нас опять благословил и продолжал благословить тех, которые приносят этот свет народу, смелостью этого Тебя, и этот свет Твои Торы. И благодарим за тех, которые нас сейчас смотрят, кто здесь присутствует, которые хотят Тебя благословить в соответствии с того, что Ты благословил. Так вместе. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатели Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова, силой Духа Святого, через оконченное дело Мессии Иисусу. Ты один посадил между нас вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Переменно наслаждайтесь сукой и подготовьте Ваши лула. Итак, Вы готовы? Все пристегивайтесь. Можете представить, что есть столько, что надо сказать об этом одном дне. Вообще-то, это является целой неделей. Начинаем с Левитом 23. Это где-то находится описание этих праздников. А пятнадцатый день, седьмого месяца, это сегодня, когда Вы соберете произведение земли, празднуйте праздник Господень всем дней. Первый день покоя, даже если сегодня была среда, оно бы стало субботой. Но сегодня у нас есть две субботы. И восьмой день. Почему восьмой день? И я поговорю об этом дне на следующей неделе. Это очень большой, главный день. А потом возвращаемся к сегодня. Первый день. Возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколистенных и верблечных. И что, веселитесь перед Господом Богом в вашем семь дней. Вы знаете, как трудно людям не возмущаться. Семь целых дней. Нельзя вообще возмущаться. Итак, я объясню эту символику всех этих разных ветвьев. Это рог. Это выглядит как большой лимон. А наври о красоте Мессии. И он есть этот ветвь, который приносит плод. Это фрукт Мессии. Лулов. Это его праведность и сила спасать. Псалтирь 2, 12. Мир, хвала и ликования. И Ива. Это смирение и страдание слуги Христа. Это чем мы ему поклоняемся. Итак, перейдем к Исаию. Вот это гора Елеон. Кто был на этой горе? А кто хочет увидеть эту гору? Итак, вы не хотите где-то пропустить? Исайя 2, 1-5. Слово, которое было введение к Исайю, сыну Моссову, Айудею и Иерусалиме. И будет когда? Последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главе гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. Это, что в Захаре мы находим. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. Не интересно ли это? И научит Он нас. Он будет здесь. И Он будет нас учить. Своим путем и будем ходить по всей земле Его, ибо от Сиона выйдет что? Как мы можем избавиться от Него, если это тысячелетнее царство начинается, и это что Он учит? Кто верит, что Бог меняется? И какие-то другие проблемы, скритофрения. Если закон был раньше, и если закон будет хороший в будущем, почему он не хороший сейчас? И Слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, оближать многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копия свои на серпы, и не пидумут народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иаков, придите, и будем ходить во свете Господне. Это подтверждается двумя свидетелями. Читаем Мегей 4.1.2. И были последние дни, гора Дома Господня поставлена в главу гор, и возвысится над хамами, и потекут в ней народы. И потом многие народы скажут, придите, и зайдем на гору Господню, и в дом Бога Иаков. И Он научит нас путем Своим, и будет ходить по следям Его. Ибо от Сиона выйдет закон. Это что, будет на той планете, на которой мы живем. Это как выглядел храм Соломона. И 1 царство, 3 царство, 8.2. И собрали царю Соломону на праздник все израильтяне вместе с Афанимией. Это 7 месяц. Теперь мы его называем Тишри. Это когда все израильтяне собрались, когда собирались посвятить этот храм Соломона. Второе. Провели поминон. 5.12.14. Были 120, которые трубили. И музыка с кимвалами, с пилтарами и с цитрами. И это этот праздник кушей. И были как один. Трубящий и поющий, зовая один голос к восхалению Слава Слава Господа. И когда загремел звук трупов, и кимвалов музыкальных орудий, и восхаляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тот дом Господень наполнился облаком, и не могли священники стоять на служении по причине облака. И знаете, как оно чувствовалось в тот день? Они были все вместе. Почему-то произошло в Диане. Они были вместе. Почему-то произошло в Пасху. Когда Рон и Моисей освящали Скинию, потому что они были все вместе, как один. В Пятидесятницу, Пасху. Когда все вместе. Услышите это. Второе Петра 1,16. Ибо мы вознесли вам силу и пришествие Господа нашего Исуса Христа, нехитро слепными басами поседы, но быв очевидцами Его величия. Это радио преобразился. Когда они увидели Моисея и Елисея, и увидели Христа там, кто-то знает, какой этот день произошел. Это было в Сокот. Я это вам докажу. Но заметьте это. Они стали свидетелями Мессии. И мы вознесли вам силу и пришествие. Они увидели это второе пришествие. Посмотрим на эту карту. Некоторые думают, что это преображение произошло на горе Тобор. Католики и верующие. Другие верят, что это произошло в горе Хармон. А я вам скажу, где оно по-настоящему произошло. Как я знаю, потому что я читаю Библию. Следующий стих. Марка 8, 22. Приходит в Евсаиду, где он был. Он был в Магдале. Потом он перешел в Евсаиду. Вы видите, где гора Тобор. Переходит с Магдалой к Весаиду. 8, 27. И пошел Иисус. Тоже самое глава. Это пять. Всего спустя с учениками Своими. Селенью Кесаря Филиппивовой. Вау. Мне интересно, какая гора, мы думаем, поближе к этому городу. Это, где я живу. Все это знают. Вот видите, это гора Рейне. И вот это, это возле Пиалопа. Я живу сверху Бонни Лейк. Это называется горка. Это называется горами. Это называется высокой горой. Бонни Лейк. Это холм. Это 608 фит. Гора Тобор. Это 636 фит. Это то же самое, как эта гора Холм. Должны лучше бы его назвать Холм Тобор. Это 630 футов. Это Холм. Гора Гермон. Это 9000 фут. Это высокая гора. Не такая высокая, как Мерония, но все равно высокая гора. Но когда мы смотрим, какое направление они шли, это была гора Холмор. И сказал им, И сына, говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят, что Царствие Божие, происшедшее в силе. И по прошествию дней, 6 дней, 6 тысяч лет, и потом Мессия возвращается в седьмой день, взял Иисус Петра и Якова и Иоанна и возьмем на гору какую? Высокую особо. И говорит, Холм. Их одни. И превразился пред ними. Что они увидели? Возвращение Мессии силой. И что Петр говорит? Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну. Или что-то произошло во время праздника кущей. Это почему он хотел их построить? Это скини или кущи. Какая идея? 6 дней, 6 тысяч лет. Это все праздники Рошана и Ямкабур. Это все произойдет одно время. Вот храм во время Христа. Праздники, которые они имели в храме Иосиф, который жил в то время, сказал, что там было пару миллион людей. Из Ирака, из Африки, из Ирана. Им надо было прийти туда три раза в году. И так они все собрались, и они пришли праздновать. те, которые пришли в Иерусалим, и они пришли радоваться, это что им надо было делать. Смысл этого радоваться, это чтобы возливать воду на жертвенник. это пустыня. Они нуждаются в воде. Это на той же самой месте, как в Аризоне, на той же самой линии, как в Аризоне. Там жарко. Каждый год они просят, чтобы эта живая вода сошла. Они нуждаются в этой воде для растений. так они просят эту дождь. И Мессия является этой живой водой. Мудрецы сказали это во время второго храма, и они описывали великую радость, которая происходила в это время. Кто видел на этом празднике, никогда не почувствовал эту истинную радость. Вот это двор женщин. Эти ступеньки приводили к калитке. Это было 120 священников, которые пели. И в дворе женщин были все эти люди, которые смотрели, как эти священники празднуют это балкон, где женщины в дворе женщин. Видите эти четыре большие света? Будут эти молодые священники. 75 футов, 75 футов в высоте. Эти молодые священники залазили на них и наполняли елеем. Это как этот огонь продолжался. они наливали масло и что использовалось для фитиля. Это старая одежда, которая была покрытая кровью и не могли ее мыть. Итак, все эту старую одежду священников стали эти веревки, держали в корзинках, и это было во дворе женщин. это что использовали для фитиля. И потом женщины брали это потом домой и использовали для других целей. Но это продолжалось 24 часа. Они радовались. Каждый вечер были священники, и они держат эти факлы. Это просто был великий праздник. Бьют два священника, которые на этих ступеньках, и они трубят эти трубы. Все трубы свои трубы. Даже не было другим в Иерусалиме, которое не было таким ярким, как то, что происходило в храме. И в Иоанна 8 главе, 7 глава, это праздники Кушей. Иоанна 8 12. Это опять когда Иисус сказал, «Я свет мира, кто последует за мной, тот не будет ходить в тьме, но будет иметь свет жизни». Это время этого праздника, когда столько света, у них не было электричества тогда. Вы видели, посмотрим на карту ночью, вы знаете, где люди живут, смотря где там свет. И тогда все было темно, кроме Иерусалима, потому что там столько света было. Что еще было интересно, это что они использовали для фитиля. Они резали одежду священников, но потом эти веревочки, это что закутали Христа, когда Он родился. Он был окружен нашими грехами, которые мы вымазали одежду. Они стояли на этих 15 шагов, ступенек, играли на разных инструментах. Эти два священника трубили, эти трубы, они стояли наверху этих ступенек. Это все, чтобы исполнить то, что им было повелено. У них были специальные балконы, они были построены, чтобы женщины могли наблюдать, когда Сан-Хендрин там радовался пред Господа. Два миллиона людей. Место было заполнено людьми. Это было заповедь, чтобы быть там. Там два миллиона людей. Это 24 группы священников, которые разделили на три группы, где было восемь людей. Они все должны были служить ту неделю, потому что они приносят столько тельцов. Потом евреи еще жертвы приносят. Это одна группа. Все, что она делает, они убивают эту жертву. Другая группа, другие две группы священников, у них другая ответственность была. Одна отвечала за эти водяные ворота. первая священник. Если знаете Иерусалим, у них есть эта калитка с юга. Это ведет с этого города в этот бассейн Солом, потому что там была живая вода. Можете это представить? Два миллиона людей, тысячи священников, они все участвуют. Итак, это церемония. Первый священник отвечал за это, спускался к Силому, вот идут купальни Силома, у него была эта золотая чаша, и на рассвете все с мелодиями и песнями направлялись к купальни Силом, и он черпал воду, и возле него была другая священник, которая была серебряная, была золотая эта чашка и серебряная. И эта серебряная чаша имела вина, виновник. И потом, что они делали, есть тысячи людей, которые седают за ними в утро, и возвращаются с ними в храм. И когда они возвращаются в храм, они потом подъедили этому жертвенку, брали эту золотую чашу с живой водой и выливали с одной стороны, и потом другой священник брал серебряную чашу и выливал с другой стороны. И что еще они делали? И потом они ходили вокруг жертвенника один раз. И второй день, опять это повторяли, и общая обошли этот жертвенник один раз. И это продолжалось семь дней, и седьмой день, они похожи на Ирихон, обходили этот жертвенник семь раз. Как они просили Ирихоне, чтобы стены упали, так они молятся, чтобы небо открылось, и чтобы дождь сошел. Они нуждаются в этой живой воде. Это выглядит Иерусалим. Видите все эти куши? Они были везде. Но сегодня, если вы пойдете в Иерусалим ночью, будет так ярко, будут везде сукас, со всех сторон. Суккот. Подумайте о нем так. Вот эта гора Елеон покрыта суккотами. Все празднуют. Все эти люди, они своим лулови. Вы можете представить, 2 миллиона людей вокруг Иерусалима, и они в этих маленьких жилищах. И вы знаете, что они делают? Они поют. И знаете, что они поют? Халлэл, Псалмы, 113 до 118. 118. Всегда поется, 14 стих, «Господь сел моя песня. Он садился моей мессией или спасением». 15-й что надо было делать в этот праздник? Радоваться. Глаз радости и спасения. Или «Яшуя в жилищах праведника теснице Господь творит силу». Так почему не поют? Он сам моим спасением. Читаем Иисус 15-2. Это когда все это началось. Они пережили это море, и Мириам начинает петь, «Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославля его, Бог Отца моего». Это одна фраза, которая в Торе, пророков, и потом дополнительных писаний. Мы видели это в Торе, в Псалмах, и мы также найдем это в Исаии. И давай перейдем к Иоанну. приближался праздник иудейских постановлений к кушей, но половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И удивились иудеи, говоря, «Как Он знает Писание?» Не учившись, они не могли никогда догадаться. Вы помните в истории, они все пели эту песню, или эти Псалмы. Смотрите, что они пели, Исаии 12, 2, 5. «Вот Бог спасение мое, уповая на Него, и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во Ишуэли, во спасение, и прям посредине, где миллионы людей, во храме, вокруг рама, и не все поют». Это когда Ишуа выходит и говорит, как сказано в Писании, «Те, которые придут ко мне, из него будут эти реки живой воды». Это приходит от Исаия 12. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народе дела Его, напоминайте, что великое имя Его, пользуйся Господу, ибо Он садил великое, да знает это по всей земле». Когда мы доводим до этого сега, то Он перебивает, Он говорит, «Да». Иоанна 7, 37, 38. «Последний же, великий же день праздника стоял Иисус и возгласил и громко сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верит в меня?» Утого, как сказано в Писании, «Из шрева потекут реки воды живой». Они только закончили эту песню, и потом внезапно Он встает посредине всех их и говорит, как этот стих, который вы пропели, «Дяд от фонтан живой воды». Но они все рассиделись на Него, потому что Он перебил Но Млада захочет эту песню, и как из 111 закрывается, «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израильев». Он перебивает эту пению и говорит, «Я живая вода», и потом им надо петь, что? «Велик посреди тебя Святый Израильев». Это прекрасно. Загария 14.8.9 «И будет день, живые воды потекут из Иерусалима, половину их к морю Восточному, и половину их к морю Западному, летом и зимой так будет, и Господь будет царем над всей землей». Это каждый год этот праздник кущей, и надо петь это с днем рождения к Ешеве. Он родился в этот праздник кущей. Это было с праведниками, и в конце своего служения он опять исполняет это, когда он встает и говорит, «Я, да, я Мессия». Третья группа, «Избирайте ветви, есть эти ветки из пальмы, это что они использовали, чтобы покрыть свой суккот, но также носили их в храм, и потом ставили их над жертвником, чтобы стал суккот над жертвником. Первая группа убивает животное, вторая группа идет с первым священником, чтобы принести эту воду живую, воду живую, от этой группы к восточным воротам, они идут в долину Моца, и они рубят эти ивы, они были 20 футов, не 3 фут, а 20, и было тысяча священников, которые держат эти ветви из ивы, и потом они делали шагах, и махали их, и это делали все время, пока они не дойдут от их ворот. Что происходит? Вы можете представить, какой ветер от этого? Тысячи этих ветв, которых махают. Вы знаете, что слово для ветра, это также слово для Духа. когда вода и вино заходят в храм, а с другой стороны входит Дух Божий. Это делает то же самое время. Когда каждая группа догадалась до своих ворот, был священник, который стоял сверху, который стоял на той стороне, и когда они дошли до посередины, то он их останавливал. Потом священник начинал играть и потому что он играл на тафлете, который призывал, чтобы эта вода и ветер заходили в храм. И это показывает нам на Мессию. Он родился осенью 4-го года нынешнего эры. Это праздник Кушей. И все народы приходили к нему в его день рождения, чтобы признать его царем. И это когда будет полная луна, и будет праздник его день рождения, как никогда раньше тысячи лет. Он родился в этот год 37-57. 37-57. Это 4 лет до нынешнего эры. И он начинает служение 30-го, когда ему 30, это год 37-86. Он умирает весной 37-90 год. Или 30 лет нынешнего эра. И это показывает нам, когда-то все произошло. И все народы должны прийти в это время. Луки 2-67. Когда они были там, наступило время родителей. И родила сына своего первенца и спленала его в в чём старую одежду первенцей и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Почему не было места в гостинице? Потому что это был праздник кушей, 2 миллиона людей. Всё уже запито. Итак, есть эти маленькие сук, коты. Вот эти ясли, он надел все, сука, в этот праздник кушей. Псалом 2-18, Псалом 18, 14. Бог мою песню и спасение, не только когда он был взрослый, но и как ребёнок. Радуйся Сион, ибо посиди тебя, святой Израиль. Они это поют, когда он родился, и почему не было места из-за всех людей. Итак, он родился в этот праздник сукот. Есть некоторые люди, что он родился во время Рождества. Я не знаю, кто здесь был зимой, но там есть снег. Кто когда-то слышал этих птиц зимних? кто знает, Бог это добрый отец? Вы думаете, Бог скажет ей идти в Иерусалим посредине зимы, но все код, все идут туда, в больших группах, защищают у друга в своей тележке. Я бы не хотел ехать на верблюде, когда мне уже девять месяцев беременна. Но говорит, нету места в гостинице. Все поедут в Аляску посредине зимы, они едут в Аризону. И кто хочет быть в Аризоне посредине лета? Никто. Они хотят быть в Аляске. И когда они думают, что он родился в Рождество, это странно. Было бы очень много места в гостинице, если бы он туда поехал зимой. Но во время праздников, когда весь запад вечер все там были, там конечно не будет гостиницы. Другие думают, что он родился в Пасху. Я думаю, это глупо, потому что как долго продолжалось его служение? Три года. Если он родился в Пасху, что он начал служение на свое рождение, кому только стало тридцать. если он служил тридцать лет, тогда он бы умер в Сокот, не в Пасху. Но если он родился в Сокот, послужил эти три года, тогда, конечно, он бы умер в Пасху. Итак, будем заканчивать это. Лук 2, Лук 2, 20-22. Лук 2, 20-22. Возвратились пастухи. Пастухи на поле посредине зимы. Славя и хвали Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежал обрезать, дал ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачать его от шлепи. Если он виделся первого сокота, он был обрезан восьмой день, и это подтверждает обещание, которое дало Аврааму про обрезание. И после 30 дней они видят Иисуса, и не знают, что это он. Закончим этим. Вот где-то сфотографировать или хороший конспект написать об этом. Будем это заканчивать. Исайя 9, 6, 7 стих. И бламладенец родился нам, сын да нам, владычество на рамена к его, и нарекут ему имя, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, клязь мира, умножение владычества его и мира, нет предела на престоле Давида, значит, он будет еврей от колена Иудова, садь его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой, от ныне до века. Ревность Господа Савофа соделать это. Значит, он будет от линии Давида, Матфея 1, 20, 23. Но когда он помыслил это, ангел Господь явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, сын Давидов, не бойся принять Марию, кто Мария, жену твою, ибо родившаяся в ней есть Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло до сбудется реченное Господом через порог который говорит «Дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему Эммануил, что значит с нами Бог». И я покажу откуда это где-то найдено. Путие 24.16 Об ком здесь говорится? Если это человек Елизар и он старается найти жену для Исаака и девица источника воды и девица которая выйдет почерпать который я скажу «Дай мне испить немного искушения твоего». 43.16 Девица было прекрасным видом «дева». Это еврейское слово для «дева». Сверху «бетула». «бетула». Это «бетула». Это «дева». «бетула». Это слово для «девы». «Бетула» всегда она всегда является «девой». Но в 43-м стиху «бетула». Бытие 24.16 «Девица была прекрасным видом «дева», которая не познал мужа. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх». Следующий стих. «То кому это обращается?» Но это слово для «дева» это не «бетула», это «Алма» в втором стиху. Так говорят то же самое девушке. Одна называет ее «девой», но то же самое девушке называется «Алма». Какая разница между ними? Каждая девица молодая она «дева», но не каждая «дева» есть «девица», они могут быть постарше. Итак, кому это обращается к Ребеке? Это первый раз, когда это используется. Она обои называется «Ибетула и Алма». Так она молодая девушка, но также дева. Так по времену Алмы означает маленький ребенок. Мы читаем Исот 2.8 «Дочь фараона сказала ей, сходи, девица пошла и призвала мать младенца». Какое слово вы думаете здесь используется для девочки? Или оно может быть любое слово. Но здесь мы читаем «Алма». Это второй раз, когда это слово «Алма» используется. И что интересно, да, английский не всегда самый лучший язык, но здесь мы имеем «Дева», который называется «Бетула», который означает «Дева». но также есть «Алма», которая называет «Маленькая девочка», но также подразумевает, что она «Дева». И какая разница между ними? И кто была эта девушка? Мариам. Так первый раз «Алма» используется, говорится о «Деве». Второй раз, когда она используется, «Алма» говорится о «Мариам». «Алма» это «Дева» и «Содия». Мы видим эту маленькую девочку, которая называется «Алма». Это второй раз, когда она используется. И сессиям 14, который мы только прочитали. «Сам Господь даст вам знамение, сей дева в чреве примет и родит сына». Это третий раз, когда используется это слово «Алма». Это почему евреи говорят, что тут не упоминается слово «Бетула», только «Алма». Но «Алма» может означать «Дева» также. Оно означает «Молодая девушка». Но я могу показать стихи, где «Алма» это «Дева». Потому что левика называется «Алма», но она была также «Девой». «Алма». что мы здесь находим? Первые три раза, когда это слово «Алма» используется, есть дева, которая имя Мария или Мария, и она родит сына, и она назовет его Бог с нами, и он будет сидеть на троне Давида. Три раза, когда «Алма» используется, это дева по имени Мария или Мария, и она родит сына, и мы назовем ему имя Эммануил. Не интересно ли это? И закончим этим. Помолимся и потом покушаем. Я надеюсь, у вас будет прекрасная неделя Сокот. Наш Отец Насарь, мы так благодарим, что ты так нас любишь, что не только хочешь нас благословить, но ты хочешь положить твое имя на нас, что ты хочешь назвать нас своими детьми. Мы так тебя благодарим. И как ты повелел Моисею сказать Арону. Да благослови тебя, Господь, и сохраняй тебя. Да призови на тебя, Господь, светом и всем своим. И помилуй тебя. Да обрети, Господь, лезь себя своей на тебе, и дай себе мир. Самое прекрасное это имя. Аминь. Увидим вас в следующую субботу.